В октябре в размеренную жизнь стационарного отделения для одиноких престарелых граждан, который находится в Новосельском, всегда врывается праздник, поскольку в этом месяце отмечается День пожилого человека. Сейчас в этом социальном учреждении проживают 20 одиноких пенсионеров. У них нет родственников, которые могли бы о них позаботиться, и роль опекуна взяло на себя государство. Постояльцев обслуживает персонал из 12 человек, среди которых повара, медсестра, нянечки. Их труд оплачивается за счет средств районного бюджета. Продукты питания и моющие средства покупаются за счет пенсии постояльцев. Я здесь уже 20 лет, 21 шагает. И я счастлива, что я здесь. Есть у нас еще позавтракать, типа обедать, типа ужинать. Нас обстирывают, что нам еще надо. Посудой не занимаемся. Спасибо большое за все. Хорошо здесь живется. Нам здесь всем хорошо. Какие условия здесь созданы? Хорошие условия. Чисто, аккуратно все. Кормят хорошо. А персонал как к вам? Отличный. Все нянечки, все к нам хорошо относятся. Не кричат, не ругаются. Все хорошо. Все нормально, все хорошо. Нас обеспечивают в чистоте, в теплоте. Спасибо за все. Многие постояльцы живут в Доме Милосердия много лет. Среди них Александр Иванович Дунав. Года полтора назад он изъявил желание покинуть Дом Милосердия и уехал жить в Орловку, откуда родом. И вот, как видим, он опять здесь, в Новосельском. Персонал шутит возвращение блудного сына. Оказалось, на воле это хуже, чем каторга. Попросился обратно. Говорит, сам напроси сюда. Будь здоров. Носевать негде. Одни условия, знаете, как старому человеку, кому он нужен. А здесь что? Были хорошие условия. Там я жил как бомж почти. Жизнь на свободе – это не для меня, старика. Если бы был помоложе, мог бы подработать, здоровье. А сейчас нет. Поэтому надо делать выводы, что хотя бы какой бы здесь не коллектив, все больные, и я тоже не здоров. Ну, здесь, если что-нибудь случится, похоронят человека, правильно? А там кто тебя похоронит? Преди сестра из Молдовы, из Москвы. Да, выживать самостоятельно сегодня очень сложно. А немощным старикам это просто не под силу. В Доме милосердия они могут просто жить в свое удовольствие. Они занимаются сушением фруктов, сушением разных трав. Некоторые рисуют очень красиво, пишут стихи. Вот они еще вышивают такие детские игрушки тканевые. Вяжут спицами, вот крючком еще вяжут, но очень красиво, разноцветными цветами. Еще в библиотеку ходят, периодику читают, книжки. И такие еще поделки из бумаги делают. Тоже для библиотеки, как хорошо. Есть Астаржи Игорь и Пустовой Александр. Они вот приходят все время и берут для остальных. Для бабушек, для всех. Здоровье, добрые советы. У меня еще там Лиза, единственные газеты, Ренийский Вестник, Одесский Известий, Бульвар. Все это они читают. Анекдоты берут, стихи, романы, детективы, разные. Я очень рада видеть вас в добром здравии, в хорошем расположении духа. Все улыбающиеся, все довольные. Хочу сказать спасибо нашему коллективу и заведующей за их труд. Это нелегкий труд. И пожелать вам всем здоровья, долгих лет и дружбы между собой. Хочу сказать огромнейшее спасибо Алене Викторовне, вашей маме. А иметь такую красивую молодую маму, наверное, это счастье, которое заботится о вас, переживает. Алена Викторовна, я от всей души благодарю тебя за то, что ты проявляешь такое неравнодушие, чуткость, заботу об этих людях. Знаете, в Библии есть такое выражение «житейское море». Так вот, море житейское, его иногда штормит, бывает штиль. Все по разным причинам попали сюда. Но здесь вы находите то тепло, тот уют, который был вам необходим. Я желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья. Всего хорошего. Алене Викторовна, за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток соціальної сфери та турботу пролітніх людей. З нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку. Рейнівський міський голова Плєхов. Розпорядження Рейнівського міського голови від 20 вересня 2017 року. Я хочу всем сказать, что это не є моя заслуга. Я могу назвати це «Доброта не имеет границ». Я її хочу розділити зі своєю сім'єю, в першу життя своїми родителями. І ще з близькими мені людьми, які постійно зі мною, постійно вірують в мене. Це люди, які на сьогоднішній день знаходяться на западній Україні. І ще люди, які на сьогоднішній день знаходяться на востокі України. Це ті люди, з якими я спілкуваюся, які заряджують тільки позитивом, тільки хорошим, тільки добром. І якщо у кожного, я хочу просто сказати, що якщо у кожного в жизни є хоча б один, два, нескільки таких людей, то дійсно в цьому мірі буде менше зла. Нехай усмішка тепла не зникає, вона дарує радість і тепло. Нехай добре завжди вам помогає, за ваше щире батькиське добре. Батьки мої. Але якщо вдруг в ваш дом заглянеть грусть, ви обязательно зовіте нас, ми прийдемо з дітьми. Діти потанцують, споют, і у вас знову буде праздник. Діти доуеш, де тіде доуеш, а я хора настре, ай бélé цефатчин братаням, мусе три яске. Діти доуеш, де тіде доуеш, а я хора настре, ай б Interviewer цехатчин братаням, мусе три яске. Ру! С прошедшим днём пожилых людей, постояльцев Дома Милосердия поздравили председателя Ренийской райгосадминистрации Пётр Дамаскин, благочинный церквей Ренийского округа отец Георгий Тамай, начальник управления соцзащиты населения Маргарита Иванова, сельский глава котловины Дмитрий Каранфил и многие другие. Вы для нас всегда молодые и красивые, и вы не одинокие, у вас очень большая дружная семья, у которых есть заботливые родители, которые заботятся о вас и делают всё, чтобы вам было тут уютно и хорошо. Желаю вам в вашей семье уютной семейной обстановки, чтобы вам было что рассказать друг другу, интересные вещи, чтобы было чем заниматься. Новосельский сельсовет решил приобрести для Дома Милосердия новые столы и стулья. Сельский глава плавни привёз сладкие подарки, а из котловины доставили моющие средства. Навестил постояльцев и поздравил с праздником народный депутат Украины Александр Урбанский. Полтора года назад наш Дом Милосердия приобрёл друга в лице помощника народного депутата Украины Александра Урбанского Филиппа Петровича Лукьяненко. Я хочу сказать, что этот человек с большой буквы этого слова, он постоянно, он постоянно интересуется, как у нас дела, что мы кушаем, всё ли нам хватает. Приезжает сюда по поводу и без. Когда 6 января была везде у нас стихия, вы все помните, что было на рождественские праздники, Филипп Петрович первый позвонил, говорит, «Алёна, там есть у вас что кушать, есть ли у вас хлеб, как вы там живёте». Вообще я очень благодарна, что Бог нас вёл с этим человеком, и побольше бы всем таких людей, и близких, и родных, и, конечно, всем присутствующим тоже огромное спасибо, что вы сегодня рядом с нами. Шарики воздушные, ветерку послушные, улетают шарики сказочную дать. Шарики воздушные, словно птицы кружатся, расставаться шарики, с вами очень жаль, расставаться с вами очень жаль.